Библейский портал экзегет.ру представляет Мы сегодня читаем седьмую главу второго послания к Коринфянам в рамках библейского проекта «Экзегет». И в седьмой главе Павел продолжает, собственно, то, что он предыдущих шести делал, а именно он выясняет свои отношения с Коринфянами. И попутно он говорит очень много важных вещей о том, что такое христианская жизнь, о том, как, собственно говоря, проповедник, как некий духовный наставник, предстоятель общины, так это назовем. Потом появятся все эти термины, там, епископ, митрополит, патриарх. Еще этого нету. Еще это очень лично, еще это очень домашнее. Но тот, кто, собственно говоря, стоит во главе этой общины, издалека обращается к ней и хочет не просто задавить авторитетом, как он писал раньше, не хотим быть начальниками вашей веры, распорядителями, да, стой там, иди сюда, а хотим вас убедить. И в седьмой главе, в шестой он очень много сказал о том, как он, собственно говоря, живет, что он делает, сравнивает себя с воином. А в седьмой он уже обращается к коринфянам, рассказывая историю их отношений между собой, вот Павла и этой общины. Вот сколько нам возлюбленное обещано, а я напомню, что в конце шестой там говорилось, такая была сводная цитата из Ветхого Завета о том, что Господь принимает вас как свой народ, как своих сыновей и дочерей, так вы не потеряете этого достоинства. Вот сколько нам возлюбленное обещано, так очистим себя от всякой скверны, плотской и духовной, страшась Бога и стремясь к совершенной святости. Интересно, он называет христиан святыми. Практически в каждом письме, в каждом послании вначале он говорит церковь, пребывающей там-то, в данном случае в Коринфе, и всем святым в Ахайе. Ахай – это провинция, центр которой Коринф, то есть, ну, всем христианам вот этой самой провинции. И он называет их святыми. Как же это, что они все прямо вот такие безупречные? Ха, еще бы стал он им писать, будь они безупречными, такое послание, где он очень бывает с ними так откровенен и местами жесток. То есть, святость – это вот в ветхозаветном смысле именно эта самая отделенность от всего остального мира. И она начинается с того, что люди принимают на себя это звание избранного народа, но понятно, что она далеко не означает сразу высокой степени какого-то личного совершенства. И он говорит им, стремитесь к нему, у вас уже есть святость, вы уже в положении святых. То, что, скажем, на православной литургии звучит «святая святым» – это кому святым? Ну, всем собравшимся. Святые дары для них – это идет вот еще от подобных мест Нового Завета, где Павел называет всех христиан святыми, но призывает одновременно стремиться к совершенной святости, как бывает там, я не знаю, в любой профессии, в любом ремесле кто-то начинающий, он уже имеет это ремесло, но до совершенства ему очень далеко, до высокого мастерства. Собственно, христианская жизнь – это вырастание в этом мастерстве, и его послание, попытка это описать. Но он не просто так описывает, а вот в прошлой главе мы об этом читали, он говорит, сердце наше раскрыто для вас, мы не заперты для вас, но вы от нас запираетесь изнутри. То, что обычно и происходит, когда кто-то запирается изнутри, не впускает в свою жизнь чего-то важного для себя, кого-то очень близкого. Впустите же нас! Никого мы не обижали, никого не разоряли, никого не обирали. Это я говорю не к осуждению, я ведь уже сказал, что вы в наших сердцах. Умирать ли нам или жить? Этот действительно страстный призыв, ну как прямо парень, девушку уговаривает пойти с ним на свидание, выйти за него замуж. Вот так Павел уговаривает эту самую каринфскую общину впустить его, потому что умирает ли он, живет ли он, каринфи не в его сердце. Это его община. Перед вами я вполне откровенен, вами вполне могу похвалиться. И во всякой нашей скорби наполнен я этим утешением, насыщенный этой радостью. Смотрите, он говорит уже не в первый раз в этом послании о похвале, о радости. И при том он говорит, и опять-таки не в первый раз мы об этом прочитаем, что есть проблемы. Но смотрите, вот как в семье всегда есть проблемы, но родители горды детьми, но родители хвалятся детьми, но родители, безусловно, нормальные родители, естественно, не те, кто на них внимания не обращает, но родители, безусловно, живут этими детьми. Вот Павел так живет своими каринфскими христианами, когда мы говорим о духовном отцовстве, о подобного рода отношениях. Вот это, в принципе, имеется в виду не просто титул «отец», а вот такой род отношений. И он говорит, я насыщен этой радостью, и тут же делает такую странную оговорку. И даже когда мы пришли в Македонию, это соседняя провинция, каринф это Ахай, Македония это северняя, не было нашей плоти никакой передышки, снаружи нападения, внутри страхи. Но Бог утешает смиренных, и Он дал нам утешение, когда пришел Тит, его спутник и соратник, он ему послание потом писал, утешителен был не только его приход, но и то, что он передал от вас. Он поведал нам о вашей тоске, о вашем сожалении, о ревности, с которой вы встали за меня, к великой моей радости. То есть, вот смотрите, даже когда я был в другом месте, когда у меня неприятности, когда и внутри я боюсь, я в смущении, я не знаю, как мне быть, приходит весть от вас, и все меняется, и я начинаю видеть мир в другом свете. А что это ревность, с которой вы встали за меня? Наверное, какая-то спорная, сложная ситуация, в которой коринфяне поддержали Павла. Может быть, кто-то его обидел в этой коринфской общине, а потом эта община все-таки поддержала именно своего основателя. Что я опечалил вас в том послании, об этом не жалею. В каком том послании? Павел уже не в первый раз упоминает какое-то то послание. Первое к коринфянам? Мы же читаем второе. Вы знаете, скорее всего, нет, потому что в первом послании к коринфянам он их особо не печалит. Оно очень спокойно написано. И даже иногда считают, что на самом деле хронологически они шли в обратном порядке, что сначала было написано второе к коринфянам, а потом первое. А в Новом Завете они стоят в порядке размера. Новозаветные послания вообще построены по принципу от большего к меньшему. И, может быть, имеется в виду какое-то недошедшее до нас письмо, скорее всего, так, в котором Павел все-таки ругается. Ведь Павел писал больше. Он упоминает послание к лаудикийцам, которое не дошло до нас, и никто его не знает. Ну, есть более поздний текст, явно поддельный под этим названием, но это не Павел точно. А он явно писал больше посланий, не все из них вошли в Новый Завет. И, может быть, именно потому, что в каких-то из них было слишком много чего-то такого чисто человеческого, какого-то выяснения отношений более эмоционального. И мы видим сложную историю отношений в одном послании. Но здесь уже больше примирения. И, наверное, церковь когда-то приняла именно это послание в канон, потому что вот это примирение важнее, чем та ссора, которая к нему привела. Хороший принцип жизни. Что я опечалил вас в том послании, об этом не жалею. «Впрочем, сначала я пожалел». Ну да, сгоряча. Павел, судя по всему, очень горячий человек, написал что-то такое. Потом думал, «Эх, зря, все равно это ни к чему не приведет. Впрочем, сначала я пожалел, но теперь вижу, что мое послание, если я опечалила вас, то лишь на время. Теперь я обрадован. Но не вашей печалью, а вашим покаянием, которому она привела. Печаль ваша была пред Богом, а от нас вы не понесли никакого ущерба». Вот он их отругал и мог бы сказать, «Ну вот, молодцы, все-таки вы меня послушали. Сначала-то вы были такими паршивцами, а теперь исправились, молодцы. Но он действительно их любит. Это, кстати, очень хороший принцип, скажем, воспитания детей. Я поругал, потом я сам пожалел, что огорчил, а теперь вижу, нет. Покаяние в результате возникло, и печаль ваша была перед Богом. Это не потому, что я вам что-то резкое сказал, потому что вы осознали, что, собственно, вы сделали. И еще раз напомню, мы понятия не имеем, а в чем там было дело. Павел нарочно избегает указывать им на те проблемы, грехи, ошибки, которые в Каримской общине, несомненно, были, которые к этому кризису привели, потому что дело не в них. Дело не в том, какими они когда-то были плохими. Дело в том, как они изменились к лучшему. Та печаль, которая перед Богом приводит к покаянию ради спасения, о котором не придется жалеть, а та печаль, что в мире приводит к смерти. Посмотрите, именно эта ваша печаль перед Богом породила у вас такое усердие. Вы извинялись, негодовали, истрашились, и тосковали, и ревностно карали порог. Всем этим вы показали, что в этом деле вы чисты. В каком деле? Опять-таки, ну, кто-то что-то сделал не так. Так, возможно, лично напал на Павла и каким-то образом пытался его унизить или даже унизил. И вот, интересно, печаль перед Богом и печаль перед миром. Павел говорит все время, мы все время радуемся, да, и других призывает всегда радуйтесь. А вдруг какая-то печаль, причем хорошая печаль. Печаль бывает двух видов. Бывает депрессия, да, печаль в мире, которая приводит к смерти, действительно такая разрушительная печаль. И печаль перед Богом, когда человек огорчается, что он не таков, каким бы он мог быть, что он не таков, каким он нужен Богу. И это и приводит его к изменению. В чем покаяние? Не в том, чтобы сидеть депрессивно, думать, какой я плохой, а в том, чтобы меняться. И вот Павел показывает, как вы извинялись, негодовали, страшились, тосковали, ревностно карали порог. Начинается с извинения, то есть признания того, что что-то пошло не так. Изрушается наказанием, а посредине очень много всего такого разного негодования, страх, тоска, причем есть место разным чувствам. А Павел не пытается отрицать вот каких-то естественных человеческих чувств, например, негодования или тоски, но он стремится поставить их в контекст вообще того, что происходит. Я писал вам тогда не ради того, кто нанес обиду или кому она была нанесена. Возможно, и даже весьма вероятно, это он, человек, которому нанесена обида, потому что вот очень личное отношение. Ну и вот дело не в обидчике и не в обиженном. Но ради того, чтобы проявилось наше усердие по отношению к вам пред Богом, и оно нас вполне утешило. То есть вообще сам этот разговор, он не про то, что вы, Горинф, не меня обидели, я вам вмазал как следует, и теперь вы извиняетесь. Молодцы. Я доволен. А ради того, чтобы даже этот конфликт, даже эта ссора стала каким-то элементом отношений этих людей между собой перед Богом. И главным утешением от вас было для меня радостное известие от Тита. Вы все успокоили его дух. Ну, то есть как-то хорошо его приняли, Тит, спутник Павла, его соратник. Прежде я ему расхваливал вас и не был послышен. Все, что мы говорили вам, говорили поистине, так и наша похвала перед Титом оказалась истинной. Он сердечно привязан к вам и вспоминает, как вы все были послушны, как вы принимали его со страхом и трепетом. Радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Вот опять-таки это единство христиан в первом веке, это не какая-то абстрактная идея, а это вот прямо такие семейные отношения. Он Титу рассказывал, какие прекрасные коринфы христиане. Тит пришел и увидел это правда. И точно так же вы успокоили его дух. То есть вы ему рассказали обо мне, говорит Павел, о том, как все это происходило. И вот, собственно, самое главное, вопрос о том, кто прав, кто виноват. Павел отмечает эту проблему, но на ней не зацикливается. А есть ли вот это отношение взаимного принятия, взаимной любви? Есть ли вот эта связь, которая возникает, поддерживается, которая даже в моменты кризиса проходит через испытания, но в результате укрепляется? И вот в этой связи между общиной и ее, скажем так, духовным наставником Павлом в этом и заключается основной смысл второго послания к коринфянам. Это послание, оно, безусловно, говорит о том, как человек, наставляющий, возглавляющий христианскую общину поместную, как он с ней выстраивает свои отношения. Они не беспроблемны, но даже проблемы приводят к какому-то росту. Это была седьмая глава.